Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 11 июля, день Кира, назван через перенесение честных мощей святых мучеников Кира и Иоанна. Благодаря большому распространению христианства, верующие начали строить храмы в Александрии и по всему Египту. И в это время были обретены мощи Кира и Иоанна. В одном месте находилось древнее капище, бывшее обиталищем демонов. Место это внушало всем ужас, так как здесь обитали многие нечистые духи. На этом месте построили церковь и принесли мощи святых. Все духи бежали прочь. Сегодня на Руси почитали крапиву. Считали, что она обладает волшебными свойствами и способна делать человека сильным. Сегодня ее изготавливали впрок, так как полагали, что после этого дня она потеряет свои целебные свойства. Народ верил, что холст, вытканный из крапивы, поможет лечить боль в пояснице. Да-да, из крапивы делали ткань. А так крапиву применяли для приготовления настоев, отваров, которые помогали при внутренних кровотечениях и недомоганиях. Из крапивы готовили разные полезные и вкусные блюда. Молодую крапиву добавляли в салаты, супы, делали начинку для пирожков. Молодые девушки настоем крапивы укрепляли волосы. Они смачивали им волосы, минут 15 держали, а потом ополаскивали теплой водой. Крапиву использовали и в борьбе с нечистой силой. Считали главной помощницей от дурного глаза. Чтобы избавиться от сглаза, нужно было зажечь семена крапивы на оглях и окурить дымом сглаженного человека. Для защиты дома ее в виде пучка вешали на окна и двери. Обычно в канун Петрова дня молодежь веселилась до утра. Пели песни, водили хороводы, танцевали, принимали участие в различных играх и забавах. Существовало поверье, что в этот день можно найти особое растение под названием Петров крест. Если найти его цветущим и вырвать с корнем, тогда человек будет удачливым в течение всего года. А сам корень этого растения поможет избавиться от беды и даже приведет к ладу. Приметы. Если кукушка замолчала, это крайне зиме с большим количеством снега. А квашеную любите капусту? Так, квашеная капуста. Квашеная капуста очень хорошая вещь. И, кстати, там витамина С больше, нежели в обыкновенной капусте свежей. И знаешь, почему? Квашеную? Квашеную. Оказывается, когда капусту начинают резать, она в результате измельчения начинает выделять особые вещества, которые, в частности, и образуют витамин С. Поэтому квашеной капусты больше. И, кстати, квашеная капуста, квашеная капуста, она очень полезна тем, кто у нас, можно руками перемешать, да? Кто у нас страдает от запоров, потому что это все-таки такой раствор получается, который, ну, вы говорите, Квашеная капуста, который тяжелый, сам посидит, и он способствует тому, что опорожняется. Далее, улучшается пищеварение от квашеной капусты. Но люди, которые страдают гипертонией, повышенным давлением, у них получается все наоборот. Она повышает, потому что она содержит немножечко там и соли. Квашеная капуста, которая показывает людям, в большом количестве, тем самым, которые страдают повышенным давлением. Гипертонией, да. Вот у меня получилось. И знаешь, что я еще хочу сделать? Я еще хочу сюда добавить немножечко имбиря. И мы сейчас сделаем две котлетки и попробуем. Так, это одну массу я уже сделал. Мне кажется, у вас будет поинтереснее. Ну, посмотрим, посмотрим, что поинтереснее. Я иногда свои оладьи назову, как и лангер. Хорошо, хорошо. Так, это я выкладываю вот сюда. Вот у меня какой получится. Мне еще, знаешь, что интересно? Как работает механизм помощи людям, страдающим всякими язвами, болезнями желудочно-кишечного тракта? Потому что я слышала, натощак нужно пить капустный сок, и пройдет то ли язва, то ли еще что-то просветить. Действительно, капустный сок полезен. Капустный сок и вообще свежая капуста полезны тем, кто страдает различными там язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А как работает вот это приятно? Оказывается, там содержится особое вещество, которое как раз и помогает тому, что язвенный процесс лечит. Поэтому очень хорошо использовать особенно капустный сок, особенно свежую капусту, для того, чтобы у нас лечились все эти заболевания язвенного характера. Но так как капустный сок сам по себе, да и вообще капуста, обладает способностью вызывать газообразную панель. Поэтому сперва надо либо очистить желудочно-кишечный тракт с помощью правильного питания, либо капусту, капустный сок, капусту тушить, тогда она не будет вызывать разобразование, а сок капустный надо будет разбавлять пополам с морковным соком, и тогда будет получаться, он будет лучше питься. Кстати, мы можем сделать этот сок, ты выпьешь капустный попробуешь, ты попробуешь морковный капустный или яблочный капустный, ну, обидись, в чем разница будет. Ну, все-таки сделаем. Аппетит приходит во время еды. Да, 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 да. Я слышу возникший аппетит на новые диеты. Ну, что у нас? Ну, главное, чтобы успеть сделать витаминный салат. Почему? Потому что я, например, очень люблю витаминный салат, тот, который в советское время в общепитии и сейчас в симпатичных демократических столах можно встретить. Я его очень люблю, но дома он у меня не получается. Вернее, он получается, но нужно, чтобы он стоял всю ночь в холодильне. Я добавляю там этот уксус. Все дело в майонезе. Уксус ни в том случае добавлять не надо. Можно добавлять только яблочный уксус. Почему? Потому что он тогда нормально действует. Если мы с вами будем добавлять столовый уксус, то столовый уксус пережигает элитроциты. Зачем нам надо, чтобы мы разрушали красные племенные лица. Итак, у тебя получилось, я так чувствую. Да, Геннадий Петрович, значит, я выкладываю это на блюдо. Так, назовем это беточками, оладушками. Субтитры сделал DimaTorzok